чем мы можем помочь и как мы можем не реагировать на злобности обвинения других людей перекладывания своей ответственность на других людей единственный метод о котором я часто рассказываю это метод такой духовной адвайты когда человек может сказать как бы сам себе я ни при чем то есть то что человек не хочет на себя брать обязанность за какое-либо действие вы скажите в этом виноваты ну как правило никто не виноват даже он видимо это некомпетентность видимо это нежелание видимо это просто несостоятельность ну и если вы не хотите перекладывать или там эти обязанности исполнять то вы тоже ни при чем поэтому когда человек обвиняет кого-либо то вы ни при чем знаете когда-то встречал человека там были выборы это человек кричал мне в лицо что очень маленькие пенсии так далее ну и он ожидал что я начну ему что-то доказывает но ему сказал вы знаете ни при чем я на самом деле совершенно ни при чем я не против не за я не за политику не против я не занимался политикой я ее не делал и я ни при чем то есть у меня нет никаких обязанностей не перед кем поэтому мне отвечать в общем-то не за что но конечно же когда политики начинают общаться они начинают говорить что я мы обвиняем прошлую власть обвиняем еще этих обвиняем там соседние государства обвиняемый чуть как космос обвиняем там планеты или обвиняем еще кого-то на самом деле поиск кого можно обвинить не решает саму причину помните я когда-то рассказывал что что важнее вопрос как или вопрос почему вот смотрите неважно почему ребенка сбила машина то есть почему его сбила по со мама не досмотрел пасса папа выпивал вечером потому что у них плохие отношения в семье важно задать вопрос как помочь этому ребенку скажите какой из этих вопросов важнее почему все таки или из-за чего это произошло или все-таки как помочь так вот смотрите правильное восприятие мира это вопрос как помочь сделать что-либо ну и когда человек начинает обвинять то необходимо говорить если это касается и вас и его то нужно говорить давайте не будем обвинять друг друга давайте найдем все-таки идею как мы можем решить данную ситуацию и решим ее совместно вот так почему человек злый злится потому что как правило человек вынуждает себя выходить из зоны своего собственного комфорта поэтому он злится то есть он хотел спать его будет ребенок и так далее его необходимо либо оставить в этой зоне комфорта либо смириться с тем что он нервный ничего с этим сделать нельзя не принимайте близко к сердцу говорите я ни при чем просто тихонечко про себя или этому человеку